7 steps of fresh air так называется новый альбом латышской группы brain store чем он отличается от 10 предыдущих музыканты расскажут мне прямо сейчас добрый вечер итак с вас начинаем разговор поскольку вы чем он лучше уже каждый новый альбом он по определению для авторов должен быть лучше чем предыдущий чем он лучше тех 10 которые были сделаны раньше мне кажется например когда художник отрисует картину то есть он я думаю чем чем больше он рисует тем тем больше как бы рука уже понимает чего она делает да то есть она как-то интуитивно уже даже знает как надо вот этот чак делать но мне кажется до ситуации похожие то есть как бы ничего там такого уникально нового как бы нету но с другой стороны я думаю там все вот 10 альбомов которые были предыдущие как бы они вот через весь опыт который у нас есть вот он концентрируется вот в этом новом еще кажется что хорошие песни получились у нас новый в каждой передаче новые только кошки у нас такая традиция рассказали да мы приютских котят или кошек представим когда как слушать сегодня котенок котик котик без имени котик без имени как кстати будет котик по-латышски как-то котик это маленький котик котян он же вырастет поэтому надо какой-то придумать вы хотите его его котисом назвать я не знаю насколько это увеличит его о как он он согласен по моему но у вас есть какие нибудь идеи как вы можете у него будет фамилия да он будет лать латыш а имя должно быть русское да придумайте матроскин да не матроскин это как бы у них все у него может быть через статьи через через черточка через слэш это кстати очень-очень оригинально было проще кстати с вашими партнерами sb2 потому что было два котенка и соответственно там проблем не было вы ведь кстати по моему это единственный был опыт работы ну как это называется да кооперацией перестань петь здесь и здесь уже профессионально расскажите вот я не вы нравится вам работать с другими коллективами нравится опыт такой был sb2 очень нравится я просто я думаю о чем вы думаете как мне нравится работать с другими коллективами наверное сказать что у нас было сотрудничество не только с ребятами с битва да это я хотел сказать с евгением грешков правильно а мы записали две песни на была песня с названием песня это очень оригинально кстати вот с названием марис вот кто название придумал вы помните нет бы это было очень как бы истории из 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 внутри поскольку мы это записывалось все в германии в берлине и в берлине студии которая записывалась она в большом здании иногда ты начинаешь работать там 11 10 утра заканчиваясь там 9 вечером например а днем надо куда-то выйти а куда выйти ну чтобы покушать и и вот рядом со студийной дверью находится ресторанчик итальянский иногда вот выглядит что дни что единственные шаги которые сделаны это семь шагов до этой другой дверью это получалось давай пойдем но если хотелось кушать давай пойдем подышим семь шагов свежевозок ну возьмите писать извините потому что вы знаете животное переиграть в кадре невозможно все будут смотри смотреть на него по да 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 ну вот иногда вот единственные которые получают получалось подышать свежим воздухом это семь шагов до итальянского ресторанчика и обратно и все и оттуда и название как бы но это как можно там мы у вас серьезно то есть это родилось вот во время сессии прикольно да вот именно вот что да вот свежего воздуха живут вот такие выражения и натуральная беде среди объясните мне вот эту историю почему все ну скажем так я же могу вас в том числе и русскоязычными вы же не только по-латыжски и английски поете но и по-русски почему все русскоязычные музыканты наши всегда записываются в лондоне чаще всего или там в швейцарии германии у нас просто не умеют но я имею ввиду как у нас я имею ввиду и в риге и в москве и в питере там я не знаю в киеве не умеют записывать это 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 какие-то технические по умеет 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 и думаю просто у нас это связано уже не первый раз нам нравится когда мы выезжаем куда-то писаться так потому что как бы домашние заботы немного остаются на это время дома и все хозяйство как бы отдается в другие руки хорошие может показать до коровы понимаешь что и чемоданы говоришь туда и мы можем концентрироваться только на то что мы делаем и просто в глубицу очень как бы глубоко в то что тебе нравится и ничто не мешает это как бы и такая первая основа почему мы это делаем и за границей а во второе наш продюсер аллах силва он просто живет берлин а вот этого не нам подешевле было да и надо было его или в лондон или нью-йорк куда на возник я правильно понимаю что вы приезжаете в студию но с инструмент инструменты вас со своим даже вы как раз все уста у вас одна установка или несколько несколько и все все просто дащите как тогда вот в этот раз мне вот одну взяли и еще одну и еще одного барабанщика нанимаете там чего вы его кстати случай когда я был в африке в россии как раз в россии вот они как раз вот это было бы что да особенно бороться наконец наконец-то зазвучали ребята у вас кстати вот интересный конечно расклад в том смысле что у вас есть пятый музыкант сессионный и вы его не так и не водить не показали ну потому что его берега вы с собой не перебили только хорош что мы просто боимся что другие группа увидят и для допустим допустим что среди миллионов наших зрителей ну кто то есть кто не знает историю просто расскажите о погибшем вашем товарищи и вот оба кто расскажет кто в двух словах история такого что мы группа школьного дагриде эти веселые года было 14 14 15 да и мы создали группу начали играть и как-то постепенно постепенно все развивалось и и школ закончили и потом закончили высшие учебные заведения но продолжение заниматься музыкой как-то постепенно это стало нашей не только хобби но и работы и вот так это продолжать 26 год уже но вот посередине если так можно сказать нашей карьеры 2004 год погиб наш друг басист с которым мы начали группу и вот мы остались четвером и вот слава богу встретили хорошего музыканта хорошего басиста ингарса и он уже десятый год с нами да да но ваш как бы погибший товарищ он виртуально всегда присутствует насколько я понимаю да вот вот такая как бы вот как-то визе и аж да вот 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 мы останемся вот школьные товарищи а вот мы очень рады что вот друг его уже можем называть другом ингарса уж точно вот нам помогает и присутствует и тоже является автором песни брейнсторма в альбоме так что вот он можно сказать единственный профессиональный музыкант да в этой книге смотрите вот когда миг джаггер утопил в бассейне брайана джонса вот заменили они нормально его на 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 хотя кстати по прежнему тоже вчетвером вот ходе да 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 по студиям у них вот пятого музыканта они и на этой истории как-то прим поминает об этом тоже говорят а то и как про другое хочу вот с чего мы начали даже разговор о том что ну ваш тезис что рука набивается профессионализм от альбома гольбу к альбому возрастает вы знаете что пишут не такие потребители музыки любители как я просто послушать машине а те кто разбирается музыки что они пишут арлингстоун что они слишком стали техничные что они уже настолько вот за эти 574 настолько у них рода что они потеряли драйв вот что вы скажете про драйв брейсторма я я я скажу у нас была презентация нового альбома так и я почувствовала ты драйв до сих пор в концерте но это было настолько здорово настолько легко и душевно это было действительно хорошо это и может ты может ты теряешь какой-то юношеский драйв но ты приобретаешь какой-то другой опыт и это тоже интересно этого тоже зрителю очень очень неужели по-прежнему прет точно так же как когда вы были школьниками когда вы на сцену играете вот вот эти ощущения энергетические неужели они не приходят в какую-то другую фазу вот я но они переходят но вот этот нерв наверное идет через все эти фазы потому что вот здесь этим быть на сцене если мы долго не бываем на сцене но начинает трясти а кстати как насчет топлива ну существует существует же ну мифология даже на урок музыканты они обязательно должны на каком-то топливе я не знаю держать пиво скажу скажу так очень трудно бить в шоу-бизнесе потому что все очень быстро меняется и и вот сам шоу-бизнес обрел такую более или менее форму бизнеса нормального и если ты хочешь участвовать в этом беге то знаете это тоже вот например вчера у нас день начался все часов утра чтобы успеть на утреннюю передачу новостей и вот потом весь день ну ладно я не верю что топлива и надо обязательно пропить самая лучшая средства чтобы из бодриться а вы занимаете спор вот у вас коллективный вид спорт нет вас то понятно что перед этим был футбол а сейчас по моему шахматы шахматы бегом занимаемся вот тоже бегает человек вот хоккеист наш вот теннисист наш у нас есть а что же так вообще когда как живут им спирит как же вот командный дух почему вы не играете вместе вот одни минуты время да мы с вами понял что там толкаться да и все это не так хорошо мячик еще волкать не когда стати что что вот как раз ты один и вот что-то сделаешь ты сделаешь и не не наступит на миссов нету компромиссов но и единственный ребенок в семье он не может не морти он потому и ты стараюсь на один там здесь вот такой журналистский штаб я буду сказать что вы новая семья друг другу что вот брейнсторм это семья поэтому в общем то был насчет единственного ребенка в семье то есть что у вас а вас всеми кстати вот вы семьями дружите да то есть хоть новый год то наверно вы корпоративы где-то работаете то есть вряд ли я с мальчиком встречал новый год мы завои семьями да но если мы у нас корпоратив как вы говорите новом году мы семьи берем с собой так понимаю что только закрывающий трек он на латышском языке по названию здесь в основном на английском 4 нет 3 трека по-русски да непокой пропуск эпоха остальные все по по-английски вот на самом деле это сейчас очень действительно серьезный вопрос потому что я помню разговаривал там с многими музыкантами не из россии но как говорится русскоговорящих и все говорят что вопрос языка очень важен вот казалось бы да вот людей говорящих на латышском языке то меньше двух миллионов во всем мире не плате разве вот не является вашей миссией вот как-то из эмонтировать до пропагандировать и вот как раз и делаем десятый трек но все все всего один из десяти почему а вот это решение это чисто коммерческое до решение мне даже не знаю кому этот вопрос честно до 1 трек который записали с лириками но вот это был это именно трек с на латышском языке и как-то он сразу остался вопрос несколько и но я помню вопрос и про миссию мы стараемся мы не только в альбоме но мы в концертах стараемся петь на латышском и ну одну песню даже может не часто но мы это делаем мы эту миссию как бы и делаем и есть такой случай когда приезжаешь и фан спрашивает например если ты не спел на латышском то есть почему не пьет ничего не на латышском и поэтому я думаю что эту миссию мы как-то делаем но вообще это вопрос языка учитывая тот ну вот контекст но в том числе и и политический он является важным для вас или вы занимаетесь исключительно творчеством то есть вы такие люди которые живут музыка и не думаете про все эти нюансы мы стараемся не думать конечно мы не живем каком-то в шарике таком изолированным но мы понимаем что нам надо держаться над этим это мы музыкантом и любят искусство как это получается я вот сегодня с утра просматривал там все ваши интервью и вот хронологически одно из последних видимо я так понял по контексту это было либо в прошлом 13 году вы были на донбассе и на телеканале донбасс беседовали с дамы да мы с вами понимаем что сейчас поехать в донбасс это уже не просто поехать выступить это сразу будет так или иначе считываться что вы там за красных за белых то есть у вас в коллективе вы все одинаковую позицию скажем так за не спрашиваю какую но одинаковую или нет или или вы думали что митирует поэтому придержаемся факту что мы делаем то что мы умеем лучше всего а политикам оставляем то что они умеют лучше всего то есть не за профессионализм профессионализм в любой сфере и но самое лучшее что мы можем дарить это свою музыку свою любовь и вот нести какой-то свет неважно кому потому что те люди которые приходят на наши концерты это в россии или вдруг любой другой стране мы видим вот эти лица которые ну рады нас слышать ими рады им давать и так далее потому что ну а ну знаете у меня только что был интервью на латвийском латвийском одном из латвийских телевидений и нам и мне тоже спрашивали про вот этот политический аспект и и я вспомнил был год какой год это был прошлый юбилейный кстати для вашей команды 25 лет исполнилось прошло и вот произошли произошло то что произошло в и вновь про это как говорили и у нас был концерт нижнем ногороди и вот в латвийском обществе тоже то есть разделились к люди культурные которые сказали что мы не поедем в россию или театр делать или там концертировать и были люди которые говорили наоборот друзья нам как раз надо ехать нам надо играть и и и делать этот мир лучше и вот и мы встретились перед этим концертом и как бы обговорили ситуацию и решили что нам надо ехать и мы приехали на концерт это было так здорово во время концерта я столько раз думал как здорово что вы приехали а давайте дадим матроски ну еще один шанс конечно мы мы переходим и леопольд может значит как выглядит кода тот мешочек который вы из этого мешочка достаете фишку ну давай тогда ты хорошо хорошо достали неправильно фишку вот белая это свободный вопрос оставляйте здесь а свободный вопрос это вы не карточку это я сам а скажите пожалуйста вот такое впечатление для людей которые всегда приходят на концерт что барабанчик он он всегда же ну да там лишен возможности передвигаться по сцене там вот высказать попрыгать там я не знаю что-то там упасть на колено там с гитары какой-то вот сделать за запил а он барабанчик в коллективах вообще не только ваши в принципе в урок коллектив он всегда как вратарь в хоккей или футболе он какое-то особое место занимает или нет либо в коллективе не занимаетесь особое место ну на сцене я думаю вот у нас дирижер так ну а я вот под его дудочку держу вот это первый скрип какой правильный ответ я понимаю в чем залог сейчас мы тебя отпустим так я не сдавайте вы уже на свободный вопрос не попадают так это голубая возвращаете и в мешочек а возвращая белую тоже нет белый остатки и любую до любую карточку да так игра в правду если у вас сейчас долг которые вы на самом деле не планируете отдать долго нет у меня но если бы он был я бы его отдал вот говорят что там кризис никаких долгов хотя мой дед которым очень нравилось ночью кушать конфеточки да он говорил так главное взять взаймы ой желтая желтая ой умирали ли ваши домашние животные по вашей вине да не сразу отвечу нет нет и нет у тебя не было аквариум у меня не было у меня не было домашних животных наверно червячка даже не было домашнего неба вот давайте 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 опа желтенький то тоже желтый вам повезло что никому красный не попасть красные самые жесткие вопросы да так неловкий вопрос вы когда-нибудь говорили что современные модели слишком худы хотя врут внутренне завидовали им они вам нравились но я думаю в этом вопросе все ответа давайте все таки вот ну вот завершающий такой аккорд насчет зависти вот прям быстро таким близком вот кому вы завидуете я не magic magic edge завидую что все хорошо день я завидую знаете почему потому что у него уже есть шапка я бы хотел тоже играть в шапке потом мне уже надоело брить эту голову белая зависть я завидую наверно тем который не завидует я думаю это хорошее чувство радоваться же бывает ну только до творческая наверное зависть которая тоже белая кому-кому в последнее время наверное в кино тогда хорошие фильмы вот например хорошие фильмы и хочешь ах как быть я тоже но вы знаете все эти знаете когда аккорды пишет да а вот эти буквы я не понимаю хотя насчетом завидовать я бы мог научиться но не сделать да я считаю что все на самом деле музыканты должны даже осторожненько завидовать своим коллегам из брейнсторм не только потому что там они 11 альбом выпустили а потому что они сумели сохранить вот командный дух и они остались вместе это очень здорово спасибо вам спасибо спасибо